ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В ноябре этого года у нас была встреча, на которой мы 11 героям Великой Отечественной войны вручили наградные листы за участие в войне. Участницы конкурса очень долго готовились к фестивалю и тщательно выбирали репертуар. В итоге выступили с песней «Облака», которая, на их взгляд, может наиболее точно передать настроение и эмоции того времени. Песня «Облака», она про войну, о том, когда герои погибали, они на войне не тосковали о своей родине. Ну, хотели исполнить хорошо, но, может быть, не до конца получилось, но волнение все-таки было. Каска, граната, противогаз, то есть есть личные вещи. На фестивале поисковики представили экспонаты, которые чаще всего находят в экспедициях. Основные места, где работают ребята из Татарстана – это Ленинградская область, Мурманская, Новгородская и Волгоградская. Весной члены отряды поискового движения отправятся в город Любань, надеются найти личные вещи погибших солдат и передать их лично в руки родственникам. Как правило, на раскопках встречаются медальоны. Из 70 найденных, порядка 30 удается вернуть близким пропавших без вести. Данные экспонаты, они привозятся в различные музеи, школьные, студенческие. Через вот такие вещи можно показать, насколько тяжело было там, на войне, и как трудно далась эта победа. Фестиваль поисковой песни – это не только патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и встречи, позволяющие обмениваться опытом, в том числе и творческим. Очень многие поисковики, после того, как они побывают на вахтах памяти, и во время поиска рождаются какие-то определенные мысли, строки, которые они отражают на бумаге. Поэтому одна из номинаций фестиваля – это авторская песня. Здесь выступают люди, которые ездят в поиск и пишут после этого песни, стихи, рассказы и так далее. На малой сцене были исполнены не только песни поисковые или военно-патриотические, но и прозвучали литературно-музыкальные композиции. Строгое жюри оценивало участников по шести номинациям. Вот я и смотрю именно способность ребят, вот именно и петь, и читать стихи автономно, с гитарой, без электричества. Вот если они способны, тогда это настоящая поисковая агитбригада. Подведение итогов фестиваля состоится завтра. На гала-концерте будут награждены лучшие исполнители поисковой песни, и лишь один отряд удостоится гран-при. Елена Гляхметова, Роман Фенин, Эфир-24. Рэмбо. Первая кровь. Рэмбо 2. Субботу. На телеканале Эфир. Рэмбо 2. Субботу. Рэмбо 2. Субботу.